Девушки отдыхают Хочу все знать, хочу все знать Так, с чего же нам начать? Это вам не интересно? Это было, было, был Это всем и так известно Это я уже забыл Это трудно, это скучно Это детям рано знать Это чересчур научно Даже взрослым не понять Вот сюжет иного рода Ясно, люди и природа Будто птичья столица Высится кварталами пернатых жителей Село Желанное Как подобает всякой столице Есть тут свой, известный на всю область музей Хозяева этого музея Сельские школьники Желановские юные натуралисты Глядите, вот мы какие Словно говорят обитатели стеклянных витрин Печально, если вместо деревьев и птиц Останутся на земле Лишь такие, как мы, музейные экспонаты В Желанном знают Чтобы этого не случилось Надо изучать, оберегать Не давать в обиду родную природу Вместе с учителем Николаем Терентьевичем Кошелевым Юные натуралисты работают в школьном заказнике Здесь заказано, то есть запрещено Все, что может повредить природе Вольготно живется тут лесным обитателем Главное в юнацкой работе Желановских ребят Изучение птиц Внимательному, зоркому глазу Открываются тайны сложной Скрытой от постороннего взгляда Жизни пернатов Любовью к родной земле И стремлением сделать ее еще краше Живут ребята в маленьком Рязанском селе Подсказала картотека Тему каменного века Угадайте-ка Из чего построено это первобытное жилище Археологи недавно раскопали его остатки на Украине Догадались? Все это кости мамонта Вернее, многих мамонтов В основании жилища лежат огромные черепа Это как бы его цоколь Выше изящной елочкой Уложены одна к другой мощной челюсти Такой рисунок придает сооружению и красоту, и прочность Еще выше лежат лопатки, позвонки и гигантские коренные зубы А бивни образуют арку входа Все жилище состоит из 400 костей Только нижних челюстей здесь 95 Значит, 95 животных А добывались мамонты вот так Выходит, люди каменного века Были не только смелыми и сильными охотниками Но и неплохими строителями Так, чудное незнакомое, большое насекомое Усатый гость тропический, блаберус экзотический Предков этого красавца привезли к нам из Южной Америки А сам он появился на свет в Москве В лабораторном садке с диковинными тропическими растениями Сначала он был маленькой невзрачной личинкой Через год личинка выросла и превратилась в нимфу Так называют эту стадию насекомых И вот настал час последнего превращения Смотрите, на спине у нимфы появилась трещина Казалось, что-то белое И вот она, голова новоявленного блаберуса Но голова полдела Надо еще и хвост вытащить Да, нелегко сменить личину Еще одно усилие и все Ну вот, теперь можно отдохнуть А заодно и подрумянится Приобрести приличную окраску Пожалуйста Готово Вот так мы выглядим сверху А так спереди Первый завтрак Первый туалет А теперь, пожалуйте, под микроскоп Послужите науке Тропический блаберус А попросту гигантский таракан Оказался прекрасным подопытным насекомым Его специально разводят в лабораториях Для научных исследований Вот еще загадка Драгоценные кристаллы Ни рубины, ни опалы Ни агады, ни алмазы Ни гранаты, ни топазы Камни высшей категории Родились в лаборатории Верно, в лаборатории фиана Так сокращенно называется Физический институт Академии наук И потому Назвали эти камни фианитами Трудно поверить, что получены они Из невзрачного порошка Окиси циркония Чтобы превратить этот порошок в кристаллы Надо его расплавить А плавится окись циркония При температуре около 3000 градусов Такого жара не выдержит никакая посуда Даже тигель сделан из самого тугоплавкого материала Как же быть? А вот так решили физики Пусть сам порошок будет тиглем И придумали вот что Ток высокой частоты Нагревает и плавит порошок изнутри А снаружи Его охлаждает вода Текущая по этим трубкам Так вокруг расплава Образуется холодная плотная корка Которая служит как бы сосудом Сейчас ток выключат И через 10 часов В расплаве вырастут кристаллы Вот он, заветный куличик Добавляя к окиси циркония красители Можно получать кристаллы самых разных цветов Этих самоцветов в природе не было Они созданы человеком И не только для украшений, конечно Их небывалые и ценнейшие свойства Нужны сегодня самым новым областям Современной науки и техники Вот они какие фианиты Конечно, мои дети Еще не все на свете И это очень грустно Приходится признать Но было бы Но было бы желание Придут к тебе Придут к тебе и знания И за это вам ручается Журнал «Хочу все знать» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok